Всем привет! Продолжаем проходить игру мафия. А задание... Нужно сначала взять оружие, а потом погонять по городу и собрать деньжата. Тут дверь не открываться. А на улице солнце светит прямо в харю. Поговорим в баре. Блин, тут еще машины. Не кажу, украсть можно. А надо еще знать, как ее взламывать. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа. Нужны колеса. А, да. Тонни. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил делает почти 60 миль в час. 40 лошадиных сил? Это, мне кажется, слишком тихо. Мне кажется, звук города и их разговором над ним регулятором все делается. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть ее легко. Возьми эту штучку, воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щелкнет, открывай. Возьми эту штучку. Это просто как два пальца. Спасибо, Ральф. Вы научились угонять болт Б. А еще есть вот этот. Как его название? Посмотреть. Болтайс Фердер. Ого-го-го-го. Какой гараж. Гаражища. Шкафчик не хочет открывать. Даже не дергать ручку. Сейчас погоняем на новой тачке. Зайдите к Венченцо за оружием. Венченцо, ты где? Поговорим потом в баре, Томми. Иди, работа не ждет. Работа не ждет. Я забыл, где Венченцо. Где Венченцо? Кабинки. О, дверь в обратную. Прости, Томми. У меня совсем нет времени. Нет. Что-то сюда заряд зашел. Кто-то тут оружие. Что вы хотите удалить машину? А зачем ее удалять? Тру-тру-тру-тру-тру-тру. Мне нужно еще зайти к Венченцо за оружием. Да где он, Венченцо? О, тут лесенка. Капец, я заблудился. Да вот он же, Венченцо. Чего вы мне сразу не сказали. Привет, Венченцо. Мне нужно оружие. А что у тебя с лицом? Какое-то грязное. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. Давай мне что-нибудь там... РПГ какую-нибудь. Это мини-РПГ. Смит Весон 10. Вы нашли. Прикольно написали. Нашли. Почему не написали бы, поучили. Все так это прикольно выглядит. Бутафория нарисованная. Картина. И всего лишь тут молоток. Торчит. Отвертки нарисованные. И что, пистолетик взял? Ну-ка, может... Нет, ау-12 патронов. Даже застрелиться не хватит. Мощность оружия, ничего нету. На чувака забрать. Блин, эта камера тут... Так переворачиваться... Не совсем удобно. Машина подана. Сейчас я ее расколочу. Первым делом, первым делом. Рестороны. На центральном острове. Все верно. Резкий поворот. Ого. Как надо. Миллиметр в миллиметр. А тут по мосту и... Приехали. Разводной мост. Ох, сейчас понесет. Вот так как машина. Ох, тормози. Приехали на точку. Иди. Выгружайся и забирай монеты. Центральный остров. А че-то фонари горят почему-то. Когда газ выдаешь, фонари задние выключаются. Капец, он сбил пешехода и уехал. Держите его. Хабак... Хабакене. Поехали в Хабакен. На той стороне. Сейчас я на эту гору залечу. 75. 60. Скорость падает. Ну, почти 60. Хороший результат. В гору под 60. Хотя так горка это я не назвать. Прикольные у них будки. А, тут надо по этим поскакать. Лучше тут особо-то и не раскакивать. У меня машина перевернется. А на ноги-то ее никто уже не сможет подставить. Я тут немножко заборчики подровнял. Ух ты. Как он резко выскочил. Он хотел намеренно сделать ДТП. Че-то я мимо. О, мистер полицейский. Че-то ты долго выходил. Ручку, че-ли, найти не мог. Чтоб дверь открыть. Ух, ух, ух. Текстуры почему-то у дома разные. У этого почетче. А здесь маленько хреновато. Обар-пом-ре-и. Ром-рей. Загородный отель. А че там такое на 210 красная пипка на спидометре появилась? Или она была? 210. Че-то я до этого не замечал. Ага. Конечно. Как еще без этого? Отрыв. У меня машина не едет. Они знают, куда я повернул. Туда же повернули. Ну исчезай уже. Хватит тут моргать. Че так все еще картинка долго висит? Нет карты. Нет карты, но куда-то надо ехать. Во, увидел. Надо, чтобы он мазался куда-нибудь. Надо, чтобы он мазался куда-нибудь. Надо, чтобы он мазался куда-нибудь. Между машинами проехать. Отстреливайтесь. О, вот нормально. Сейчас розыск скинете. Пора заправиться. Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Пора подкрепиться. Заправить машину. Не смешные. Не смешные. Кинк спичку. Дмок только колечками. и тишина а тишина закончилась а ублюдки том меня подстрелили больно боже мой боль передай сальери что теперь это наше место копишь еще раз здесь появишься будешь выглядеть еще хуже чем твои друзья вытащи сэма не хотят выбить из него информацию вытащи его оттуда тебя надо отвезти к врачу это подождет достань сэма сэма достать непыльная работа мать ее спасайте сэма где-то отельчик на каком-то тут месте на заправке о заборчик перепрыгнуть не могу а его и не надо тут вход есть собака собака а бочка взорвется цепь 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 что такое два шесть а мне бы тут пистолетик или чё-нибудь а а а а а а тут чё там на второй этаж можно залезти давай давай на второй этаж не зря же здесь сделали лесенку ну чё он не идет туда тебе крышка сейчас посмотрим что-то у меня он еле выстрелю тот как начал болеть тысяч 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 я нету кольт начал руку а потом стреляет начинал бу пулемётик 50 пуль а где лечилки а ты херня меткая где тут где птичка ванне аптечка как интересно где здесь логика чтобы ванну палать аптечку а а а блин как тут может сидя получше будет так вот ты где умри же мать твою ты где умри же мать твою 36 сколько их здесь умри же дерьмо так вот ты где три патрона и готовенький вы они все промазали я аж так на виду клевый план присядку их тут всех переколотить я боюсь я боюсь все теперь на поискать взять томпсон 55 и нормально сама тут присядку их тут выклачивать аптечка похоже здесь аптечка одна в этого ничего нету этого пусто я тебя нашел я спасу тебя здорово они тебя обработали пойдем пойдем господи ничего ничего ты будешь в порядке доктор тебя соберет будешь как новенький ты же у нас крутой ха ха он че как он очнулся вот дерьмо сальто скрутил охренеть что за мощняк ну вот сейчас я отведу тебя обратно в машину а это еще кто попробуй ты не пройдешь мимо меня спокойно братан только не дергайся все в порядке уходи нет проблем только попробуй это один из бандитов наверно лови его убейте этого человека который украл ваши деньги чух 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 угля поддайте машину этот закинул угля в топку а ну стоять едет он на шикарной машине и там кабрилете каком-то без крыши ого подушка не сработала подушка безопасности которых их тут и нету ну ну турбо турбо быстрее отчет скорость подат че-то в городу должен равномерно ехать мне кажется машина повреждена мне кажется машина повреждена твой твоя песенка спета а раненый ты что ты что власть это не пыльная работа интересно что будет дальше уже шел тридцать восьмой год так и втянулся в это только что был обычным таксистом и вот уже уважаемые мафиозы тебя не напрягало необходимость убивать у многих с этим есть проблема знаешь ли понимаешь я не из тех кто жаждет крови не из тех кому не хватает насилия и не любитель проблем но и совесть меня не мучает они нас хотели обхитрить так что пришлось обхитрить их никаких сожалений мне было абсолютно наплевать судьба других меня не интересовала все говорили что это просто бизнес и что семья должна держаться вместе а ведь было время когда я жил один и нахрен никому не был нужен но внезапно все вокруг начали меня уважать каждый знает что ты можешь помочь но так же легко можешь и уничтожить его и каждый пытается тебя задобрить а что насчет полиции ты просто так вот взял и ушел с места где было побоище у тебя не было с этим проблем ты работаешь на полицию тебе лучше знать ты знаешь что мафия управляет всем городом семья сальери имеет 25 миллионов баксов в год в газетах только об этом и пишут но никто ничего не замечает если хочет остаться в живых мы отстегиваем чинушам шесть кусков в месяц ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам да еще рубили капусту когда сальери и морелло подкидывали им халтурку дело закрыто за недостатком улик копы даже возили для нас грузы с выпивкой думаю ты об этом уже наслышал так что насчет двух своих друзей ну они отделались легче чем ты думаешь сальери держит хорошего дока для своих ребят и не похоже чтобы он часто задавал вопросы через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам единственным кто беспокоил нас был морелло он хотел стать большой шишкой а этого сальери позволить не мог сальери не собирался быть второсортным боссом знаешь человек становится доном из-за того что жаждет власти и его не волнуют никакие законы кроме собственных вот оно как детектив он хочет быть сам по себе не зависит ни от полиции ни от властей ни от кого вот почему человек становится доном сальери и морелло оба хотели загробастать все они продолжали наезды друг на друга но оба знали что если все выйдет из-под контроля настанет ад большая разница между ними была в их методах я слышал маленькую историю о морелло я не знаю как ты что хочешь сказать что я врезался в твою машину не знаю как ты что хочешь сказать что я врезался в твою машину нет сэр я просто я хотел нет сэр ни один ублюдок не смеет стоять на моем пути а там по-лицейски смотрит или делает вид что смотрит сальери все уважали за деловые качества каждый знал что его не нужно бояться если делаешь то что должен люди знали что если им что то нужно можно прийти к сальери так сальери заводил друзей часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ если кто-то переходил дорогу он нарушал основное правило и все знали что за этим последует морелло же был просто подлый ублюдок он строил свою власть на жестокость даже его друзья боялись его большинство людей старались просто его избегать и опять отмотка назад тридцать второй год у меня есть для тебя у меня есть для тебя одно деликатное дело не знаю кто бы мог справиться с ним лучше чем ты ты хороший водитель и у тебя есть опыт ну проще говоря завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе и я поставил на одного паренька который до сих пор был фаворитом я немного помог ему с карьерой я люблю быстрые машины и я сказал себе что такое вложение могло бы окупиться ну ты же понимаешь а потом ральфи говорит что сюда приехал какой-то европеец и его машина обязательно выиграет ральфи знает машины он по ним настоящий мастер но в остальном полный идиот ну что ему стоило рассказать мне все до того как я поставил на этого пацана но все же какого черта этот парень черт знает откуда делает это же американские гонки я и другие уважаемые люди думали что же делать многие наши ребята сделали ту же ставку что и я и они конечно не горят желанием потерять зелень и за кого будут держать меня люди за старого идиота Томми этого допускать нельзя я и мои канцельери много думали об этом несчастный случай с гонщиком не годится это будет нечестно игрой такая победа мне не в радость но миссия с гонками была на месте до того как кто-то заметит пропажу и даже не думая о том чтобы ее помять или попасться с ней в лапы копом понял меня да босс если сможешь провернуть дело то получишь долю с выигрыша разумеется ну вперед ральф объяснит куда и как миссия с гонками и с этими ралли еще то те гоночки ну ладно гонки оставим на следующее видео ну а вы как обычно оставляйте свои комментарии заглядывайте во вкладку в плейлисты если не бывали еще там куча всего найдется что поглядеть а на этом у меня все всем пока и до новых видео до новых видео